В Гомеле вызначили самого креативного студента региона. За гоноровое звание замагались представники 7 ВНУ в области. Как угодно представить свой университет на спа-борництве, хлопцам и девчатам пришлось включить на максимум свои интеллектуальные, творческие и лидерские якости. За напруженный боротьбой сочила Ганна Корольчук. Пять хлопцев и две девчины. Они стали лучшимися от 30-ти участников отборочных этапов. Каждый лидер и достойный представник своей ВНУ. Усе перомышцы науковых конференций, предметных олимпиад, фестивалей у спортивных спа-борництвов, стипендиаты специальных фондов. Это на самом деле люди, которыми можно гордиться. Это учащиеся, которые имеют средний балл не ниже 8,5 баллов. Это учащиеся, у которых за плечами уже ряд участия в международных мероприятиях, награды. Это активная жизненная позиция. Поэтому я уверен, что они являются не только примером для студентов своего вуза, но и смогут показать свои таланты на этой сцене перед студентами других учреждений высшего образования. Все лето организаторы поширили конкурсную программу и додали спортивное и культурно-забавляльное мероприемство. Таким чином воудельников была махчимость познайомиться и проявить себя еще до финала. Организаторы БРСМ сделали нам очень интересную программу. Мы ходили в Ледовый дворец, там нам давали мастер-класс по хоккею. Потом мы ходили в пиццерию, патио, там нам давали мастер-класс по изготовлению пиццы. Все остались очень довольны. Первым выпробованием на сцене стала визитока под назвой «У рытмы студентского життя», где конкурсанты рассказали про себя и свою ВНУ. Лепш познайомиться с уйдельниками да помогли подрахтованные видеоролики «Я студент». Варто сказать, что видео были сделаны досыть профессийно, что одразу говорило об высокой конкуренции и амбициозности финалистов. Тут собрались очень серьезные соперники. Я думаю, что каждый из нас достоин победы. Я думаю, что мое выступление будет максимум разнообразности. Я, скорее всего, буду брать своей харизмой и эмоциями. Я думаю, что мало у кого это есть и всем это понравится. Свою родицу молодые люди проявили в интеллектуальном конкурсе, где отказывали на пытания, какие тучатся головных подеих этого года. Завершальный этап конкурса – самое яскравое и видовищное выпробование творчое. У им, кроме песен, танцев и вершин, конкурсанты должны были одлюстровать тематику в свете науки. Тому глядачы и жюры увидели шоу химичных опытов, нямое кино про зварятелого профессора и навод эксперименты со шпулькой Теслы. Вот такая вот занимательная физика у нас в университете. Дорогие друзья, поаплодируем! Это круто! По выниках у всех выпробований у гоноровое звание студент года 2019 завоевал студент третьего курса Белорусско-хагандлево-экономичного университета с поживецкой кооперацией Дмитрий Беразовский. Я безумно рад. Возможно, я сейчас спокоен, потому что, ну, как бы эмоции все равно. И готовился очень серьезно. И, в принципе, был уверен в своих силах. Поэтому я спокоен. Но я, честно, внутри очень рад. Я взял целевое направление из РАИПО Гродненского и приехал сюда учиться на бухгалтера. И не пожалел об этом ни разу. Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации – самый лучший в Гомеле. Я это говорю с уверенностью. Остатние удельники отримали памятные призы и подарунки от партнеров конкурсу. У «Снежни» Дмитрий Беразовский представит студентскую супольность нашей в области в финале конкурсу в Минску. Ганна Кральчук, Валерий Гопанько, телерадио «Компания Гомель».